Спасатели провели комплексные учения на месторождении. Здесь моделировали ситуацию техногенного характера. Они опасны своей непредсказуемостью и масштабом. Затем, как не вся, Ники вместе с пожарными справлялись с огнем, наблюдала специальная комиссия. Вот как это было. По легенде учения в районе 33-го куста Солкинского месторождения в результате инцидента на нефтесборном трубопроводе произошел разлив нефтесодержащей жидкости объемом около 4 тонн. Условно поврежденный участок нефтегазопровода оперативно был отключен. Вообще при нефтеразливах очень важно минимизировать вред окружающей среде. Такие учения очень важны, потому что надо буквально до секунды отработать каждое движение, потому что нефть растекается очень быстро, поэтому в данном случае каждые секунды на счету. Незамедлительно была организована работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности НГДУ «Быстринскнефть». Задача аварийно-спасательного звена – исключить попадание водяной эмульсии по протоке Большая Санторова в реку Обь. На водной поверхности протоки Большая Санторова началась установка боновых заграждений. Откачка нефтесодержащей жидкости была организована с помощью современного высокоэффективного нефтесборного оборудования и вакуумных автоцистерн. Спасателей нештатно-аварийного звена было у нас задействовано 17 человек, 4-5 единиц ТР-овцев, 8 единиц спецтехники, 4 главсредства – это катер-нефтесборщик, 3 маран и 2 маломерных судна с моторами. Информация о ходе выполнения аварийно-восстановительных мероприятий в режиме реального времени передавалась с места событий. Здесь развернута веб-камера, которая передает картинку и в штабной вагон, и непосредственно в Центральную технологическую службу ГДУ «Быстринский нефт». Ну а тут же информация, конечно, может быть передана в ЦИП объединения. Таким образом мы достигаем вот эту вот централизацию управления. Спасатели компании работают на различных типах местности и при любых климатических условиях, предотвращая гибель животных, в том числе и птиц. В 2019 году комплексные учения по ликвидации разливов нефти осталось провести только в Якутии. Нефтегазодобывающие управления, базирующиеся в Югре, с этой работой уже успешно справились, что проконтролировали представители власти и надзорных ведомств. Взаимодействие всегда отработано на высшем уровне, то есть минимальные сроки, оперативное сообщение, полная информация, учения. На данном этапе по организации можно поставить наивысшую оценку. Сургутнефтегаз, обладая собственными необходимыми средствами и техникой, готов незамедлительно приступить к ликвидации и устранению последствий разливов нефти и нефтепродуктов любого уровня. А по завершению работ обеспечить качественную рекультивацию загрязненных земель. Анна Кучма, Евгений Барканов, телекомпания Сургутинформ-ТВ. Специально для телеканала Югра. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова